адмирал маркетс роман исаков здравствуйте коллеги евро доллар самая популярная валютная пара она занимает лидирующие позиции как по количеству проводимых сделок так и по объемам каждый трейдер хотя бы раз в жизни торговал евро доллар почему для большинства трейдеров евро и доллар это самые понятные валюты каждый из нас держал их в руках ну или совершал какие-то операции для любого жителя европейской части материка это самая понятная валюта мы все живем в информационном пространстве евро и доллара и даже начинающий трейдер по крайней мере чисто интуитивно сможет разобраться с этой парой например пара е на киеве для понимания была бы гораздо сложнее евро доллар это обратная котировка она показывает сколько долларов дают за 1 евро если вы предполагаете что вырастет евро по отношению к доллару то мы идем в лонг если предполагаете что вырастет доллар по отношению к евро то в шорт историческим минимумом был зафиксирован на отметке 082 зимой 2001 года максимум в 2008 году на отметке 1 60 волатильность евро и usd довольно таки волатильная пара среднедневная волатильность составляет порядка 60 80 пунктов а в дни публикации важных макроэкономических данных она может доходить до 160 наибольший пик торговой активности приходится на пересечении европейской американской торговой сессии как раз у большинства это конец рабочего дня преимущество трейдинга по евро и usd во-первых это доступность информации следующее это низкие комиссии так как большинство брокеров конкурирует именно по этому инструменту следующее это высокая ликвидность ну и не стоит забывать о том что торговля по паре евро доллар идет 24 часа поэтому вы сами можете выбрать удобное время минусы торговли по евро доллару волатильность по паре уменьшается с года в год и если 100 пунктов среднедневной волатильности несколько лет назад было нормой то сейчас она снизилась до 60 80 уменьшились потенциальные прибыли но и в свою очередь уменьшились риски какие факторы влияют на рост или падение евро доллара первое это процентной ставки европейского центрального банка и чтобы было лучше их понять давайте посмотрим на примере 2016 год ставка была пол процента когда яиц бы объявил о том что ставка будет снижена до нуля евро отреагировал снижением что логично но затем произошел рост примерно на 400 пунктов и это уже было нелогично следующее это процентной ставки фрс например в июне 2017 года ставка была повышена с одного процента до одного с четвертью до конца дня пара прошла каких-то 100 пунктов а все почему потому что рынок уже ожидал этого повышения и реакция была не столь сильной также важно следить за такими макроэкономическими данными как ввп инфляция и безработица как принимать решение по паре евро доллар следует учитывать то что эта пара как правило движется в долгосрочном тренде следите за новостями по процентным ставкам входите на слухах выходите на новостях логика не самая сложная валюта растет тогда когда есть ожидание повышения процентных ставок именно ожидания что же происходит сейчас доллар должен продолжать расти пока есть уверенность что фрс будет повышать ставки на 2018 год уже запланировано три повышения в европе же перспективы повышения ставок довольно таки туманна следуя этой логике если ецб откажется от повышения процентных ставок причем не на год а на пару лет это будет признак шортить евро но если бы рынок был рациональным все было бы просто сейчас вопреки всем ожиданиям евро продолжает расти так что примите решение если рынок рационален а фрс продолжит повышать ставки то шортить евро доллар если вы считаете что экономический рост стран европы довольно таки устойчив и марио драги в борьбе с инфляцией пойдет на повышение процентов ставок то покупайте евро доллар а какие валютные пары вы торгуете чаще всего напишите нам об этом в комментариях не забывайте ставить стоп-лоссы и лайки подписывайтесь на наш youtube канал жмите на колокольчик адмирал маркетс роман исаков увидимся